Доброе утро, ребята! Здравствуйте, дорогие родители! Ребята, скоро закончится зима и придет весна. Давайте посчитаем зимние месяцы. Декабрь, январь, февраль. Февраль – последний месяц зимы. Ребята, сегодня мы с вами поговорим только о посудах. Ребята, на столе у меня лежат посуды. Давайте найдем столовые приборы. Лот, ложка, велька, нож. Эти посуды называются столовые приборы. А как называется посуда для чая? Давайте сперва найдем чайник, заварочный чайник, кружку и сахарница. В какой посуде готовят пищу? Кастрюля, сковородка. Это кухонная посуда. Ребята, назовите столовую посуду. Правильно, ребята. Ребята, тарелка, блюдица, салатница – это столовая посуда. Ребята, я предлагаю вам отправиться к сказочному герою. А к кому мы пойдем, вы узнаете, если отгадаете мою загадку. Уж не буду, уж не буду, я посуду обижать. Буду, буду я посуду и любить и уважать. Правильно, ребята, это бабушка Федора. Мы пойдем к бабушке Федоре. Но как мы попадем в сказку? Правильно, ребята, с помощью волшебной палочки. И скажем волшебные слова. Палочкой волшебной в воздухе взмахнем. Волшебство появится, в сказку попадем. А теперь, ребята, слушайте внимательно. Я пыхчу, 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 больше греться не хочу. Крышка громко зазвенела. Пейте чай, вода скипела. Правильно, ребята, это чайник. На кухне нашей мы варим в ней кашу, картошку, бульоны, супы, макароны. Молодцы, эта кастрюля не приготовит нам еды без кухонной сковороды. Она бывает глубока, она бывает мелко. Однако, это не река. Правильно, ребята, это тарелка. Всех кормлю с охотой я, а сама безротая. Молодцы, это ложка. Молодцы, ребята, все загадки отгадали. А теперь я хочу вам рассказать о том, что еще посуда бывает сделана из разных материалов. Чайная и столовая посуда сделана из фарфора. Ее называют фарфоровая посуда. Кухонная посуда сделана из металла. Ее называют металлическая посуда. Ребята, посмотрите, на столе у меня много посуды и цифры. Давайте посчитаем, сколько тут цифр. Раз, два, три, четыре, пять цифр. Ой, ребята, еще одна цифра осталась. Это у нас шесть. Давайте вместе посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А теперь, ребята, давайте посчитаем кружки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А эти две кружки, ребята, какого размера? Правильно, большого. А эти две кружки у нас, ребята, какого цвета? Верно, фиолетового цвета. А эти две кружки у нас белого цвета. Ребята, теперь давайте тарелки посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ребята, эти три тарелки у нас белого цвета. Молодцы. А эти две тарелки, ребята, молодцы. Зеленого цвета. А это у нас маленькая тарелка красного цвета. Молодцы. А теперь, ребята, у нас есть кастрюля. Раз, два, три. У нас есть три кастрюля. Теперь, ребята, у нас есть сахарница. И две сковородки. Ребята, у нас есть газ плита. И маленький чайник. И большое. Ребята, теперь у нас ложки остались. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, ребята, мы все посуду посчитали и убрали на место. Давайте накроем стол к обеду. Сначала поставим тарелки. Потом салфетки. Ложка. Вилка. И нож. И бокалы. Вот так красиво накрыли стол. Итак, ребята, мы сегодня с вами узнали предметы, которые нам нужны для еды и для ее приготовления. Называются одним словом посуда. Конечно же, мы с вами все знаем, что без посуды нам не обойтись. А теперь, ребята, спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.